Улицы заснеженного Саратова середины 80-х. Кадры хроники подтверждают слова синоптиков, которые с осторожностью подчеркивают, что нынешняя зима аналогична зиме 1986-1987 года. Об этом и многочисленные публикации газеты «Коммунист» за январь 1987 года. В январе 1987-го обильные осадки накрывали наш город, как и сегодня. Также снегопад испытывал на прочность горожан, которым приходилось принимать на свои плечи весь этот подарок небесной канцелярии. Александр Степанов, член региональной общественной палаты, в тот снежный год как раз вступил в должность заместителя председателя Саратовского горосполкома и председателя городской плановой комиссии. Он хорошо помнит, как справлялись со снежной стихией. Конечно, я не занимался непосредственно жилищным коммунальным хозяйством, но, будучи членом горосполкома, участвовал в процессах формирования тех, так скажем, мероприятий, тех мер, которые должны были направлены на решение этих проблем. Что я должен отметить в первую очередь? Ну, старая фраза – кадры решают все. Именно областные власти в меньшей степени принимали в этом участие. Если бы вообще принимали, я бы так сказал, то есть это была полная ответственность города. И были проблемы, когда председатель горосполкома, тот же Александр Михайлович Алатарцев, зам по жилищно-коммунальному хозяйству, по этой проблематике, ночами сидели и на уборке снега, и на прорывах и были и тогда тепловых сетей и так далее. То есть это проблемы, так скажем, в общем-то были и в те времена. 86-й год был периодом развитого социализма. И, так сказать, в те времена, когда создалась такая ситуация, то все как один выходили на улицы от всех организаций, от всех предприятий. Я уж не говорю специализированные, которые должны убирать город, чистить город. И непосредственно каждый у своего дома, если это дом, так сказать, в личной собственности, обязывали местной власти, так сказать, приводить в порядок. Тогда, в общем-то, процесс шел более организован и более, так сказать, энергично. Ну, я не говорю, что этот снег вывозился, но во всяком случае, так сказать, вот так называемых, как сейчас уже окрестили, как говорится, в настоящее время, козьих троп в городе, ну, во всяком случае, так сказать, через короткий промежуток времени не было. Если бы мы могли бы с вами в тот период на вертолете полететь над городом, вы бы увидели, что город как муравейник. Все вышли с лопатами, ломами, носилками и прочими, транспорт был весь с предприятия забран, убирали и так далее, потому что пройти и проехать невозможно. Особенно уже, когда чуть потеплело, начали замерзать трамвайные пути, какие экскаваторы ходили. За всеми участками улиц, дворов и так далее были раскреплены ответственные работники и чиновники администрации. И они не уходили со своих участков до тех пор, пока комиссии не сданут там, что очистили и все. Был же порядок. Тогда люди были защищены, а сейчас они брошены на произвол судьбы. И сегодняшняя власть расписалась в своем бессилии. Выгребают и чистят только элитные улицы. А куда пропали дворники? А где пескоструйные машины у нас, чтобы посыпали? Вот тут сто процентов дворовых территорий. Да как язык-то повернулся такие вещи говорить? Почему-то сейчас в прошлое ушли не только дворники, а вместе с ними и ответственность городских руководителей, но еще и прекрасная традиция создавать из огромного количества снега, которого так много на дорогах и тротуарах, так необходимые для детей горки, всевозможные снежные фигуры и, конечно же, лабиринты. Как сейчас помню, детство, зима 86-87 года, я тогда ходил во второй класс. И вот очень ярко запомнились моменты как раз именно похода в школу. Школа находилась недалеко от дома. Но как раз вот в тот год из-за таких обильных снегопадов мы пробирались в школу про прорытом специально. Специально прорытом, то есть где-то в два человека в проходы. И выше моего роста, намного выше моего роста таких были прорытые траншеи, по которым передвигались все люди. Это не вызывало ни у кого каких-то там паники или каких-то таких негативных эмоций. Для нас это вообще было чудо, такая зима. На хроникальных кадрах снегоуборочная техника на улицах Саратова. Чистые дороги можно увидеть и на фотографиях тех лет. Конечно, тогда автомобилей на улицах города было куда меньше. По данным Саратовстата, на 1987 год было зарегистрировано 165 тысяч легковых автомобилей и 55 тысяч грузовых. А на 2017 год 810 тысяч и 107 тысяч соответственно. То есть почти в 8 раз выросло количество только личного транспорта. А ведь есть еще общественный, которого тоже стало в разы больше. Я не хотел бы опускаться на конкретные предложения, так как я не специалист жилищно-коммунального хозяйства. Но мы уже это видели. Когда перекрываются улицы с помощью ГАИ, значит, направляются машины, очищают эти улицы. Мы сейчас уже забыли, значит, если вас спросить, вы видели хоть раз поливальную машину на улицах Саратова летом? Вот видите, вы задумались. А это было нормой раньше. Так же, как и очистка снега на улицах Саратова. То есть действительно мы сейчас страдаем где-то из-за отсутствия техники, из-за отсутствия профессионализма руководителей. И поэтому организационная составляющая также страдает, как и техническое ее обеспечение. К слову о технике. В марте прошлого года в Саратов прибыло 50 единиц техники. Тогда губернатор заявлял, такого в истории Саратова еще не было. Теперь дороги должны быть почищены. Больше трех недель прошло с рекордного снегопада. Тем не менее, большинство саратовских не то что дворов, а улиц до сих пор утопают в сугробах. И хотя городские власти каждый день обещают расчистить улицы, работа ведется крайне медленно. А впереди еще половина зимы. Что касается ближайшей перспективы, то характер погоды будет очень-очень неустойчив. Неустойчиво будет выражаться прежде всего в резких скачках температуры воздуха, соответственно атмосферного давления, в усилении ветра, гололюдно-изморозевых явлений, улучшение видимости, то есть полный набор неблагоприятных метеорологических явлений. Главный синоптик области отметил, что в среднем обильные снегопады наблюдаются каждые 30 лет. Получается, что где-то в далеком 2050 году в нашем городе вновь воцарится этот снежный хаос. Может нам стоит оставить какое-нибудь предупреждающее послание потомкам? Крепитесь! Редактор субтитров А.Семкин